Альбина Кузнецова, 58 лет, Подольск. В последнее время она живет в постоянном страхе. Страхе внезапно ослепнуть. Страх этот появился после того, как год назад у Альбины диагностировали глоукому. С прошлого года я очень плохо вижу правым глазом. Ощущение, как будто кто-то меня впился вокруг самого глаза. Я пять раз в день капаю капли в глаз. Но улучшения зрения нет. Альбина слышала, что остановить глоукому можно с помощью операции. Но она боится ее делать. И поэтому пришла к нам за советом. Я боюсь, как бы не стало хуже. Все-таки это глаз, это глазной нерв, мозг. Сложно очень. Пока я не могу свыкнуться с этой мыслью, что нужно сделать операцию. Здравствуйте. В прошлом году мне диагностировали глоукому правого глаза. Говорят о том, что делают операцию. От глоукомы. Но я очень боюсь этого. Мне страшно. Скажите, есть ли альтернативные методы лечения? Вы знаете, мы сейчас вернемся к вашему вопросу. Тем более, я так понимаю, что история давняя. Мы чуть поподробнее с вами остановимся. После того, как мы соберем другие вопросы. В последнее время стала замечать, что портится зрение. Хуже вижу вечером. Вот скажите, на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы избежать начала болезни? И как заподозрить глоукому? Здравствуйте. Я слышала, что у гипертоников риск развития глоукомы выше. У меня гипертония, часто повышается давление. И я переживаю, не навредит ли это глазам. Скажите, как можно избежать глоукомы? Давайте мы начнем. Что такое глоукома? Глоукома – это очень коварное, это серьезное, хроническое, прогрессирующее заболевание. Оно всегда связано с повышением давления, краткосрочным или более продолжительным. Повышение давления приводит к тому, что погибает зрительный нерв. А когда у нас атрофирован зрительный нерв, человек ощущает низкое зрение и достаточно характерное для глоукомы сужение полей зрения. Масштаб глоукомы очень велик. Как мы об этом не раз говорили, в мире болеет более 100 миллионов человек. И самое печальное, что где-то 10% из этих 100 миллионов слепы на оба глаза. То есть это очень серьезное заболевание. Коварство его заключается в том, что на начальных этапах оно абсолютно бессимптомно. Вот вам как диагностировали? У меня постепенно стало сужаться поле зрения. Допустим, я смотрела на горящий фонарь, вокруг него образовывалась такая радужка. Потом я замечала, что если я смотрю вот в правую сторону, да, у меня как будто здесь какая-то пелена. При длительном чтении у меня лопались сосуды глаза, то есть глаз становится кровяным. Вот, Гергана, скажите, вот когда уже появилась симптоматика, вот если предположить, за сколько времени до того у нее началась глоукома? Всего стадии глоуком 4. От начальной до развитой, а уже имея симптоматику, это уже развитая вторая стадия, в среднем проходит около 7 лет. Понимаете, о чем говорит, да? То есть у вас в течение 7 лет было заболевание, было высокое для вас давление, но никаких... Пойди вы 7 лет назад, этого бы не было, и сегодня бы не стало вопросом операции. Мы ведь тоже здесь разговариваем не только, знаете, потому что просто показать, какие мы умные, а кто-то из нас еще и красивый. Нет, наша задача убедить вас все-таки пойти. Кстати, давайте сразу скажем, что я делал, я предлагаю эту операцию. Вы знаете, нужно четко понимать, что если там лет 20-25 назад мы говорили, что нормальное глазное давление это до 25 миллиметров ртутного столба. Уже последние лет 15 мы никогда так декларативно не заявляем, потому что для каждого сидящего в зале есть свое толерантное давление. Давление, которое не опасно для вашего глаза. Для близоруких людей, у которых, как правило, тонкая роговица, это давление должно быть низким, не более 21. Но опять-таки параметр вашего давления, можно сказать, только врач-офтальмолог, когда он сопоставит все ваши особенности, особенности вашего глаза. Если вы гиперметроп, то есть у вас плюсовые очки и для доли, и для чтения, ваше давление может быть 23-24, но для вас конкретно это давление не опасно. И мы всегда, когда работаем с пациентами с этим диагнозом, добиваемся давления цели, мы его так называем. Это то давление, которое не приводит к гибели зрительного нерва. Хорошо, давайте мы сделаем что? У нас ведь есть возможность померить глазное давление. Давайте, может быть, мы людей с факторами риска отправим, потому что, может быть, попадя она к нам 7 лет назад, может быть, мы бы определили, и сегодня бы не было такой ситуации. Вы первый раз к нам на передачу пришли? Да. Ну вот, надо было 7 лет назад приходить. А 7 лет назад не было никаких признаков, к сожалению. А их и нет. Мы почему и говорим. Сейчас мы вам померим давление, вы будете следующее. А пока мы пройдемся по коллекции заблуждений. Глаза не болят, глаукомы нет. Никогда не болят. Болит только острый приступ глаукомы. Это определенная разновидность глаукомы. Очень опасная, потому что это срочная скоропомощная ситуация. Резкая боль, резкое снижение зрения, тошнота, рвота, может быть. Ну, как правило, человек тогда понимает, что произошла катастрофа. Не, ну это понятно. Вот вопрос. Глаукомы бывают только у гипертоников. Не так. Вы знаете, доказательной базы нет. Мы считаем, что у гипертоников течение глаукомы своеобразное, потому что зрительный нерв может пострадать не только от высокого внутроглазного давления, но еще и от того, что плохо кровоснабжается в связи с общей сосудистой патологией. Идите сюда. Не факт, что у каждого... Соня, сейчас, секундочку. Мы вот заведомо больного человека... Что у каждого пациента с глаукомой может быть гипертония и наоборот. Так, глаукомы не опасны, ее можно не лечить. Ну, повышенное давление, ну и что? Глаукомы очень опасны, потому что... Ведущая причина слепоты. Второе место в мире. Вот мы стали про стадии говорить, вот их всего 4. От начальной до развитой 7 лет, от развитой до далеко зашедшей 4,5-5, от далеко зашедшей до терминальной еще 5 лет. Вот 17 лет, на протяжении которых, если вы не будете компенсировать давление, то вы потеряете зрение. Это очень опасное заболевание, просто... Ну, об этом надо помнить. А она бывает только у пожилых? Нет, она не бывает только у пожилых. Вообще, фактор риска... Вот фактор риска какой? Это возраст. После 40-45 лет, это первый такой рубеж. И мне бы очень хотелось, чтобы каждый для себя поставил пометочку, может быть, в начале года это сделал. Если вам исполнилось 40 или 45 лет, обязательно посетите офтальмолога, измерьте свое давление. И вот эту цифру себе где-то зафиксируйте. Это очень важно. Второе место занимает наследственность. Если у ваших родителей, бабушки или дедушек, то есть первой линии родства, есть больные глаукомой, обязательно следите за давлением хотя бы раз в год. Ну, третий фактор риска... А водка всякая, излищество нехорошее. Это как? Можно? А вы знаете, некоторые напитки, как ни странно, могут способствовать снижению глазного давления, но это не значит, что их нужно... Пиво к ним относится? Нет, пиво не относится к ним. Наоборот, пиво повышает давление, потому что задерживает жидкость. Понятно. Сейчас нам Соня скажет, сколько у нашей пациентки давления. Правый глаз 26, левый глаз 18 мм. 26, 18 мм. 26 мм – это очень высокое глазное давление, измеренное таким способом. Вы знаете, не надо бояться операции, потому что за очень короткий период времени давление 26 мм может привести к резкому снижению зрения и к сужению полей зрения. И знаете, особенно хотелось бы отметить, еще есть такой миф, что можно не капать капли. Или у нас пациенты думают, как вот я купил флакон, я его откапал, значит, я вылечился, и больше капать не нужно. Это не так. Глоукому вылечить невозможно. Мы только можем каплями хирургии, лазерной... А если давление в одном глазу, капать только больной или в оба? Глаз орган парный. И не бывает такое, что на одном глазу есть глоукома, на втором ее нет. Всегда, конечно, возникает сначала на одном глазу, но через пару-тройку лет обязательно появляется глоукома на втором глазу. Об этом надо знать и надо тщательно следить. К сожалению, пациенты часто обращаются не на начальной стадии. Они приходят уже на развитое или далеко зашедшее. Здесь очень важно следить и доктору, и вам самой за давлением на втором глазу. Скорее всего, на втором глазу тоже есть начальный глоуком. Просто надо хорошо пообследовать. Капли капать надо обязательно. Если вам капли не помогать, не бойтесь. Нужно сделать операцию. Это вам сохранит зрение. И вопрос был про профилактику. Как предотвратить? Вы знаете, предотвратить заболевание невозможно. Желание офтальмолога, если уж вы в группе риска, у ваших родственников ближайшие есть это заболевание, вам исполнилось 40 лет, вам просто нужно отметить для себя это делать. Раз в год прийти, измерить давление. То есть это не как, допустим, рак легкого, вы не хотите бросать и курить? Нет. Здесь этого нет? Нет. Соня, расскажите нам. Из пяти обследованных пациентов мы у троих выявили значимое повышение внутриглазного давления с одной стороны. У нас пациентка Гипцова с правой глаз 18, левый глаз 25 миллиметров. Это кто? Здравствуйте. Пациентка Гаджиева справа 26, слева 22 миллиметров крупного столба. И? И Кузнецова 26 и 18. Ну, хорошо, давайте мы не будем брать человека заведомо вольных. У нас получается из пятерых троих... Из четверых троих, ой, 50 процентов. 50 процентов. Вы хоть знали об этом? Нет. У меня как бы всегда, ну, где-то с 17-18 лет развелась близорукость. И вот сколько раз я ходила и мерила, но это было, конечно, да. А вы знали? Нет, у меня тоже была близорукость, я не знала, что у меня повышенная. Вот, да, подлость. Молодые, цветущие. А смотрите, уже... Хорошо, что им делать? 26 – это очень много. Пожалуйста, в ближайшее время обратитесь к врачу. Тем более близорукость. А сколько у вас минус? Минус полтора. И вот как раз на тот глаз, что сейчас обнаружили, 26. 26 – это очень высокое давление, измеренное именно вот таким щадящим способом. Есть несколько видов, по которым можно измерить давление, но для вот этого способа, конкретно для вас 26, это очень много. Вероятность, что у вас заболевание есть, к сожалению, очень высока. Безусловно, требуются еще более специфические обследования, но надо не откладывать и обратиться к врачу. Кофтермологу. Да. Спасибо. Ну, вот смотрите, вот вам иллюстрация. 50 процентов, каждый второй. Ну, вы знаете, я вот, кто сейчас смотрит эту передачу, я бы взвесил, я бы пошел. Знаете, мы многое можем терпеть. Ну, болит, ну, диабет, там еще что-то, где-то, когда-то. Но когда у тебя стоит перспектива, через, в общем-то, довольно короткий срок, что такое там 10 лет? 17 лет. А стать слепым, я бы на вашем месте пошел, серьезно. Вы скажите сами себе спасибо, что вы сюда пришли, на эту передачу попали, потому что так бы вы попали бы из стран к офтальмологу, но уже была бы ситуация с операцией со всеми делами. В общем, глаз такая вещь. Ходите к докторам в этом плане. Помните о том, что глоукома есть, она распространена. Помните, что слепых у нас на Земле сколько миллионов? Из 105, 10 процентов, ну, это почти миллионов человек. Ну, в общем, много, миллионы людей слепых, и именно в результате того, что они вовремя не пошли, не поверили. Продолжение следует.